Этой стройплощадки уже не менее четверти века. Что здесь только не пытались возвести. И санатории, и пансионаты, и отели. Но каждый раз планы застройщиков по тем или иным причинам срывались. Очередной проект – жилой комплекс на 600 квартир. Компания «Империал» пыталась возвести его с участием дольщика. И это должно было наконец-то поставить точку в несчастливой истории этого участка курортной земли. Но опять, как говорится, что-то пошло не так. Стройка вновь заморожена. Чтобы решить проблему дольщика и не портить облик города, власти и застройщик пришли к соглашению изменить статус объекта. Вместо жилого комплекса здесь теперь планируют построить торгово-развлекательный центр с аквапарком. Как отметили на совещании, где присутствовали собственники всех проблемных домов, сейчас в Сочи каждая стройка под контролем администрации курорта. Особенно те, где есть долевое участие. С начала 2013 года нам совместно с органами прокуратуры удалось решить вопрос с вводом в эксплуатацию жилого дома по улице Фабрициуса. И тогда были удовлетворены требования 180 дольщиков. В 2015 году введен в эксплуатацию жилой комплекс «Виктория». Свои законные квадратные метры получили еще 218 граждан. Однако, по состоянию на 1 января 2016 года в Сочинский реестр проблемных и потенциально проблемных включены 30 объектов. Все проблемные новостройки муниципалитет разделил на три группы риска. Первая сложная, но решаемая, с высокой степенью готовности. Ко второй относятся те здания, где шансы своевременного ввода в эксплуатацию расцениваются как 50 на 50. Причин задержек может быть много, начиная от нарушения высотности, заканчивая элементарным. Застройщики даже не позаботились о документации на снабжение дома водой, электроэнергии или газом. Среди них компания «Ида». У нее четыре дома и везде одни и те же проблемы. К примеру, на пасечной 30 коммерсант получил разрешение на строительство 13-этажного здания. В итоге появилась высотка на три этажа больше. С учетом поправок в градостроительный кодекс у застройщика выход только один – снести незаконные подстройки. Но странное обстоятельство отметили на совещании. Дольщики, которые купили квартиры на незаконных этажах, никаких действий для защиты своих интересов не предпринимают. Принято решение провести общее собрание дольщиков компании «Ида». Если не видят нарушения своих прав, то почему мы их должны видеть? Пускай тогда расторгают. Рекомендовать надо. На самом деле, коллега, вы готовьтесь. На этом собрании в немедленном порядке до конца недели соберем их и четко скажем, расторгайте договора в этой части. То есть, если перед вами не выполнили обязательства и, скорее всего, не выполнили. Потому что, а, у коллеги нет денег, б, у него он действительно завел в тупик. Мы сейчас сидим у всей правовой службы и ломаем голову, как нам за него ввести дом в эксплуатацию. Застройщику рекомендовано достраивать дома строго в соответствии с выданными разрешениями. Но самое проблемное, по мнению администрации курорта, группа риска – это третья. Яркий пример новостройки компании «Вант». Из семи высоток лишь два дома введены в эксплуатацию. Плюс к этому проданы квартиры в двух корпусах, на которые вообще не выдавалось разрешение на строительство. Чтобы помочь обманутым дольщикам «Ванта», городу удалось найти нового инвестора. Сейчас идет работа по переуступке прав на земельный участок. На совещании всем собственникам проблемных новостроек пообещали – дольщиков с законными документами муниципалитет в беде не оставит.